Вчера около 9 часов вечера на улице Водопроводной трое неизвестных напали на знаменитого школьного учителя Павла Виктора. Сначала злоумышленники скинули его с дороги, затем отобрали велосипед. Сейчас потерпевший находится в еврейской больнице с переломом шейки бедра. Еду по Водопроводной, там по тротуару возле водокачки и там есть мост железнодорожный на Красном Кресте. Фары светят вперед, смотрю, какие-то люди стоят. Я думаю, обычно там, если бывает кто-то, то один человек проходит, а тут целых три. Ну и они толкнули меня хорошенько. Я вправо полетел, слава богу, был в шлеме. Последствия нападения – перелом шейки бедра. Но самое печальное, говорит преподаватель, это то, что у него отняли лучшего друга – велосипед, на котором он долгие годы ездил домой с работы. Бандиты хотели забрать и остальное, но учитель вступил в с ними переговоры и убедил не забирать деньги и ценные вещи. На велосипеде моем уехал кто-то, остальные убежали. Кажется, их трое было или четверо. Ну, когда они меня повалили, может, меня моя профессия спасла, я говорю, что вам надо? Они говорят, давай телефон. Я говорю, вы знаете, я учитель, и будет очень большой грех, если вы меня сейчас начнете грабить. По словам врачей, перелом не тяжелый. Сейчас Павел Виктор находится в специальном сапожке в неподвижном состоянии. В скором времени потерпевшему предстоит операция. Врачи прогнозируют, через 2-3 недели после хирургического вмешательства преподаватель сможет вставать и передвигаться при помощи костылей. У данного пациента перелом шейки бедра. Планируется 29 числа в понедельник прооперировать и синтезировать этот перелом. После операции 2 недели постельного режима и будут сняты швы, и пациент покинет наше отделение. 3-4 месяца на костылях. Потом период реабилитации до 6-7 месяцев. Учитель не падает духом. Он хочет поскорее вернуться к работе и к своим ученикам. Уверяет, что уже сталкивался с переломами, поэтому сможет ходить без костылей намного раньше. А на грабителей Павел Виктор уже написал заявление в полицию. Писал заявление. Сегодня они, видимо, очень активно взялись за это дело, потому что даже прислали видеозапись камер наблюдения уличного, чтобы я опознал велосипед. Попросили фотографии этого велосипеда. Я им скинул в Вайбер. По Вайберу посмотрел видеозаписи, но вижу, что велосипед не мой. Учитель года. Заслуженный учитель Украины. Известный преподаватель физики и астрономии в Решильевском лицее. На счету Павла Виктора 500 видеолекций на Ютубе, 150 тысяч постоянных зрителей во всем мире и 8 миллионов просмотров. Выкладывать видеоуроки он начал три года назад. Поначалу для тех, кто пропускал уроки по болезни. Ноу-хау получила колоссальную поддержку. И теперь педагог записывает ролики уже на профессиональную аппаратуру. Ветер – это не что иное, как конвекционные потоки воздуха. Вращение земли очень усложняет картину движения воздуха. Но идея состоит в том, что там, где воздух нагревается, он поднимается вверх. Успех видеоуроков Павла Виктора вдохновил на подобный опыт и учителей по другим предметам. В частности, по украинскому языку и математике. Репортер желает скорейшего выздоровления одному из лучших педагогов страны. Нарина Щеглова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».